Всем привет, друзья! На связи команда проекта MastGames. Меня зовут Иван, и я отвечаю в нашей компании за стратегию. Также на связи Владимир, наш главный блокчейн-разработчик. И сегодня мы хотим поделиться с вами всеми новостями проекта, рассказать о близлежащих планах и просто немного поговорить о той игре, которую мы делаем для вас. Начнем с того, что по вашим просьбам, по вашим запросам мы хотим ответить на вопрос, когда же все-таки релиз и что происходит у нас с батл пассами, вайт-лист на который уже открыт. Могу вас всех обрадовать, что уже в конце февраля-начале марта мы выпустим демо-версию, после выпуска которой мы продадим и в том числе разыграем коллекцию батл пассов. Как вы знаете, 500 из них по вайт-листу будут проданы с 90% скидкой, и 2000 батл пассов для первых 2000 пользователей пойдут по цене рыночной, о которой мы, конечно, расскажем вам позже. Первым режимом нашей игры в демо-версии станет небезызвестный режим Battle Royale, реализованный в такой игре, как PUBG и многих других мировых аналогах. Мы выбрали этот режим, потому что он наиболее доступный для понимания пользователей. Также мы ставим целью для себя, что на первой, пока еще бесплатной демо-версии нашей игры, мы обкатаем все возможные ошибки, чтобы максимально улучшить ваш экспириенс как игроков. Также мы выложим анонс первого платного турнира, который пройдет в марте, примерно в то же время, когда мы выпустим демо-версию игры. Из планов чуть более близлежащих могу сказать, что в ближайшее время мы сообщим о новых партнерствах, что в нашу команду приходят новые профессионалы, которые уже со следующей недели начнут делиться с вами геймплеем, процессом разработки, элементами, механик, графики. В общем, удовлетворять ваш интерес. И, конечно, это замечательно, что как проект, что наша команда, мы растем, мы развиваемся, мы прикладываем все усилия, чтобы выпустить продукт, который понравится как блокчейн-энтузиастам, криптоинвесторам, так и обычным игрокам. И, безусловно, конечная цель для нас — это создать как можно более хороший юзер-френдли экспириенс для нашего комьюнити, который сейчас формируется и поддерживает нас. Разработка, как вы, может быть, знаете, сейчас ведется на Unreal Engine 4. Для чего был сделан такой переход? Потому что многим из вас известно, что изначально мы делали нашу игру и выкладывали геймплей на CryEngine. Дело в том, что тренды рынка в данный момент, как нам кажется, такие, что в скором времени и централизованные игры начнут идти в Play to Earn. И, в принципе, индустрия развивается настолько динамично, что конкурировать внутри сегмента очень тяжело. И для того, чтобы наш продукт был актуален на протяжении долгого времени, для того, чтобы у нас оставались возможности для масштабируемости, мы стараемся сейчас реализовывать нашу игру, делать нашу игру на одном из самых лучших движков, которые в данный момент есть на рынке. Именно для того, чтобы конечный продукт нравился пользователю настолько, насколько это только возможно. Как я уже сказал, первый платный турнир в формате Battle Royale у нас будет проведен, скорее всего, в конце марта. Именно под него мы планируем продавать нашу первую NFT-коллекцию. Владимир, может быть, ты расскажешь немножко о режиме, о том, что там будет, какая реферальная система будет реализована. Да, приветствую тем еще раз. Я последнее время занимался как раз разработкой первого игрового режима и написанием смарт-контрактов для обеспечения интеграции движка с блокчейном. Собственно, первым режимом мы выбрали Battle Royale как раз из-за его понятности всем пользователям. Я сам играл во многие GameFi игры, и мне не нравилось, что там сложная экономика и сложный игровой процесс, который требовал много времени для понимания. И при этом не доставлял мне такой радости, которую я получал в детстве, играя в Counter-Strike. То есть, когда ты играешь в 2D-игрушку, это не так интересно, как ходить и стреляться. В режиме Battle Royale, если кто-то не знает, игроки попадают на ограниченную карту, и цель выжить, подобрать оружие, которое тебе больше нравится, убивать как можно больше врагов, при этом действуя не сильно агрессивно, потому что иначе, если ты будешь бегать у всех на виду, тебя рано или поздно убьют. То есть, тут такой баланс между аккуратным поведением и агрессивным. И сейчас я покажу... Вот такая у нас будет табличка призов для победителей, для тех, кто был убит в режиме Battle Royale последним. Всего на карту попадает 50 человек, они попадают туда без оружия и должны найти его на карте, после этого начать сражаться друг с другом. Чем дольше ты продержался в режиме Battle Royale, тем более ценный приз ты получаешь. То есть, если ты вышел 10, ну в смысле 10 сверху, то есть 40 вышел, в топ-10 попал, то ты получаешь 2 BUSD, если ты выбыл самым... Ну, если ты остался до конца, если ты выжил, ты получаешь 20 BUSD. То есть, игроки имеют большую мотивацию играть качественно на последних этапах, потому что каждый следующий уровень дает ему все более и более ценный приз. При этом обратите внимание, что мы выплачиваем награду в BUSD, в стейблкоине. То есть, игроки могут четко просчитать экономику своей игры на основе своих ожиданий, ожиданий относительно того, насколько качественно они будут играть. В отличие, опять-таки, от других GameFi игр, где приз раздается в виде внутреннего токена, который волатилен и который люди, когда получают, начинают продавать на DEX, из-за этого его курс падает. И экономическая модель, рассчитанная у других игроков, тоже начинает не сходиться, потому что они рассчитывали ее, исходя из одного курса внутреннего токена, а потом другой. У нас все в стейблкоинах, все всем понятно и прозрачно. Я также занимался написанием смарт-контрактов, интеграциями смарт-контрактов в Unreal Engine 4. Это достаточно такая нетривиальная задача, я могу потом про это отдельный стрим написать по поводу того, как мы это сделали, как это работает. Делал коллекцию, контракт коллекции для продажи NFT и контракты Marketplace и контракт начисления наград. То есть игрок получает свои BUSD не сразу, а технически это выглядит так, что сервер, на котором он играл, подписывает криптографической подписью сообщение о том, что игрок занял в таком-то батле такое-то место, после этого клиент игрока собирает по результатам нескольких батлов эти подписи, и после этого игрок спустя какое-то количество времени, мы хотим выбрать где-то около недели, может вывести свои деньги, послав запрос на смарт-контракт, на Binance Smart Chain, который проверит валидность этих криптографических подписей и выдаст ему соответствующую награду. Почему мы сделали так? Во-первых, чтобы экономить газ, чтобы не делать лишние транзакции после каждого батла. Во-вторых, мы хотим, если комьюнити жалуется на какого-то пользователя, у них есть сомнения в том, что он читер, они могут пожаловаться на этого игрока, после этого мы вручную, наши модераторы проверят этого игрока. Если на самом деле игрок играл нечестно, это будет видно по записи игры, они аннулируют ему его выигрыш, и он будет зачислен в общую казну наград для всех игроков. То есть будет списан с него штраф в пользу комьюнити. Поэтому мы берем себе промежуток, временное окно для того, чтобы проверить корректность игры. Вот, как-то так. Если интересно, про технические детали я могу потом отдельный стрим написать. Да, конечно, если у комьюнити, я думаю, появятся какие-то вопросы, они могут... Да, задавайте в комментариях. Писать в наших соцсетях, в наших группах в Телеграме, в Твиттере, в Дискорде, мы все это читаем, безусловно. Нам, наоборот, будет приятно услышать обратную связь и, возможно, ответить на какие-то вопросы, которые мы сегодня не покроем. В общем, Владимир рассказал о тех результатах, к которым он пришел, какую работу он проводил в последнее время. Я также хочу немножко добавить от себя, что, безусловно, мы переигрывали немножко нашу стратегию в последний месяц, именно касаемо токеномики вот этого бета-версии. То есть мы отвязались от идеи привнести второй коин в нашу игру, именно как внутриигровую валюту, а не проектный токен, которым будет маст. Потому что чаще всего они, это очень инфляционные валюты, и они действительно теряют цене и не имеют никакой фактической ценности для пользователей. Использование стейблкоинов, оно, безусловно, позволит, как Владимир же сказал, намного лучше игрокам просчитывать собственную доходность. Но хочу отметить, что пускай пока мы не называем цены, по которым батл-пассы будут продаваться, но хочу вас заверить, что мы просчитывали и продумывали всю модель так, чтобы любой пользователь мог оценить в выражении, так сказать, иксов свою доходность. Что он получит такое, может получить, имеет возможность, если он хорошо и качественно играет, такое количество денег, чтобы не только окупались в вложении, но и, безусловно, деньги приумножались. Ну и, в общем, экономическая модель там достаточно простая. На основании количества игроков, которые участвуют в батле, мы вычитаем комиссию на развитие игры, порядка 10%, и остальные деньги идут в награды победителям. Как именно они будут перераспределены между топ-10 игроков, мы пока имеем только предварительное видение. В принципе, может быть, у нас будут разные режимы распределения наград между игроками, разные типы серверов. Да, безусловно. Мы хотим ввести награду за каждое убийство, то есть даже если игрок выбыл, например, ну, не попал в топ-10, а попал в топ-15, да, но при этом он действовал активно, убил многого пользователей, то мы ему тоже начисляем награду. Да, это все очень правильно Владимир отметил, и я хочу сказать, что, конечно, все цифры, всю, собственно, методику реферальной системы мы поделимся в преддверии или после выпуска бета-версии, как минимум, когда мы будем анонсировать непосредственно платный турнир. Что я отдельно хочу отметить, это что, конечно, бета-версия, это очень важно, это все-таки лицо нашего продукта, и это то, что мы хотим изначально дать нашему комьюнити, где мы хотим наше комьюнити аккумулировать. Но все-таки наш проект, Маст, он в первую очередь о масштабируемости, то есть перехода от режима к режиму, и на батл-рояле, само собой, все не закончится. Дальше там будет и открытый мир, и реферальные системы для кланов, и, безусловно, то, что всем интересно, и то, что сейчас на подъеме, это торговля NFT на маркетплейсе. Маркетплейсе, который также будет наш, нативный, который мы выпустим и который мы будем управлять совместно с нашим комьюнити. Я то, что хочу отметить, это то, что переход на Unreal Engine, он, безусловно, связан с высокой конкуренцией, с заботой о наших пользователях. Но все-таки не стоит забывать, что в первую очередь наша игра, она про ваш заработок, про ваше удовольствие от того, что вы можете не просто хорошо провести время в игре на хорошем движке, но и получить что-то из этого. И это очень важно максимально грамотно для нас реализовать. Владимир, ты бы хотел еще что-то, может быть, добавить? Ну, про реферальную систему можно пару слов сказать, что при покупке Battle Pass вам выдается реферальный код, и если вы разошлете его своим друзьям, и они купят Battle Pass в нашей игре, пригласите его в нашу игру, то вы получите с этого процент, а также пользователь попадает, ну, процент от продажи попадает к вам, и также он попадает в ваш клан, который будет использоваться в следующих режимах, в следующих игровых режимах. Понятно, что можно легко добавить, как их называют, склады, ну, группы в режиме Battle Royale, когда вы играете с другом против других пар, и действуете в команде, помогая друг другу выжить. Также будут и другие режимы, где будет использоваться NFT для того, чтобы получать преимущества. Просто в режиме Battle Royale мы хотели, во-первых, собрать комьюнити и дать им понятную механику простую, для того, чтобы пользователи могли начать пользоваться нашей игрой. И было бы нечестно давать преференции людям, у которых есть купленное NFT, конкретно в этом режиме, но в других игровых режимах мы будем вводить продажу игровых NFT в виде оружия, домов, автомобилей, и где пользователи будут играть немного на других условиях, где обладание этим NFT будет давать преимущество. Да, само собой у нас будет реализована и ранговая система, также мы планируем, скорее всего, реализовать такую методику, что Battle Pass, которые будут даваться на определенное количество боев, продаваться, да, будет определенное количество боев, если они будут недоиграны, да, и пользователь захочет отбить свои вложения, ну, например, не пошла у него игра или не понравилась. Мы, безусловно, дадим ему эту возможность, то есть продажи этих неполноценных, незавершенных Battle Pass'ов на вторичном рынке на нашем Marketplace. То есть все сделано с заботой о пользователях, с максимальной вариативностью реферальной системы. И, безусловно, когда начнет появляться геймплей, когда мы начнем им делиться с вами в ближайшем будущем, мы также более подробно в текстовом виде в наших социальных сетях расскажем о всех возможностях нашей реферальной системы, о наших планах, возможно, проведем даже какие-то голосования, что бы вам больше хотелось увидеть как комьюнити. В общем, мы в живом диалоге с вами, и я надеюсь, что оба сессии, которые мы сейчас с Владимиром проводим, с нашими новостями, может быть, не очень длинные, короткие, они в ближайшем будущем будут проводиться все чаще и чаще, и, конечно, мы рассчитываем на обратную связь, на ваши вопросы. В общем, я думаю, можем финалить, очень приятно было поговорить, рассказать вам обо всем. Спасибо большое. Да, пишите комментарии, сейчас у вас есть реальный шанс повлиять на развитие игры на ранних этапах, мы все комментарии читаем и на каждый реагируем, так что будем рады видеть обратную связь, как Иван сказал. Да, спасибо большое. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok